Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире компании Nano Professional. Прямой эфир у нас сегодня будет яркий и крайне-крайне интересный. И посвящен, Ларис, чему? Новая коллекция гель-лаков, молекулы любви. Я знаю, многие ждали именно этой трансляции, именно этого продукта недели. Я вас поздравляю, друзья, как и обещала, мы решили добавить этот продукт в неделю продукта. И, как обычно, по традиции, мы выходим в прямой эфир в четверг после двух. Расскажем подробно о оттенках, я покажу, как они наносятся. И в пятницу у нас будет очень-очень интересное предложение по продукту, который мы освещаем в четверг. Ура! Так что, если есть вопросы по этой коллекции, можно сейчас поговорить. Понять, нужна, не нужна. И, соответственно, ну, в общем, определиться. Ну что, поехали! Хочется прям выкрасить каждый-каждый оттеночек. Поэтому я сейчас камеру закреплю вот таким образом. И приступлю к откраске цветов. В принципе, у нас есть специализированный аккаунт на Proof Colors. На нем мы выкладываем живую выкраску всех вновь выходящих коллекций. Это очень удобно, то есть можно посмотреть структуру цвета. Я их еще так долго мазюкаю на камеру, чтобы было видно вот сама структура продукта. То есть это не потому, что их долго наносить, а чтобы вам была понятна их фактура. Здесь был сейчас вопросик по представительству. Сейчас я узнаю, сколько стоят лаки, где вы находитесь в Алма-Ате. Так, отвечаю, в Алма-Ате есть филиал. Стоимость гель-лаков 545 рублей. Но все знают, что если идет неделя продукта с каким-то из материалов, да, то это означает, что мы в пятницу объявим на этот продукт какую-то очень вкусную, приятную акцию. Ну что, давайте приступим к выкраске. Сейчас я еще такой момент небольшой буду прослушивать промежуточные этапы, для того, чтобы показать, как наносится в один, в два слоя, ну, чтобы было прям все конкретно хорошо видно. Давайте начнем с оттенка 2171. Безумно нравится мне, когда я его увидела первый раз в палитре образцов, когда он мне пришел, я поняла, что этот цвет точно должен быть. Именно потому, что он невероятно крутой, нюдовый. У нас полуофиса сейчас ходит с этим оттенком, настолько ему понравился. То есть такой хороший нюдовый цвет и в пир, и в мир, и на лето, и на зиму. Поэтому этот цвет вошел однозначно в коллекцию. Гель-лаки периодически надо взбалтывать. Там внутри есть шарики, которые позволяют сделать гомогенной структуру продукта. Дело в том, что в самом бутыльке, чтобы вы понимали, вот, в принципе, если говорить о гель-лаке любого абсолютно производителя, очень сложная субстанция, и периодически ее надо взбалтывать, даже с той и с той точки зрения, что, как правило, здесь находится эмульсия. То есть есть здесь компоненты, которые между собой нерастворимы. Вот. Поэтому, но они очень важны. Например, в наших гель-лаках есть специальные присадки, которые помогают продукту оставлять цвет более стойким. Берегут от ультрафиолета. И эти продукты нерастворимые периодически надо вот эмульгировать, то есть вот таким образом взбалтывать для того, чтобы масса стала однородной, и все компоненты были доступны в каждом мазке этого продукта. Поэтому у меня уже по привычке идет взбалтывание. Взбалтывать можно не каждый раз. Не переживайте, при этом фактура гель-лаков такова, что пузыри не образуются. Взбалтывать завод рекомендует где-то раз в месяц. То есть это вот такая, ну как, статистически необходимая величина по времени. Я говорю о сроке. Ну что, давайте выкрасим. Сегодня вот с такими буду, с такой палитрой, потом передам. В магазин будет лишняя палитрочка, не лишняя. Итак, что скажу о структуре самого продукта. Дело в том, что в принципе сам этот гель-лак можно найти, нанести и с одного слоя. То есть видно, если я даже сильно прожимаю на кисточку, во-первых, у него есть и очень правильная маслянистая структура. Вот похожая, знаете, вот когда подтаяло мороженое, оно вроде жидкое, но в то же время оно еще очень хорошо держит форму. Поэтому продукт никуда не течет. Видно раз, уже блик. То есть продукт имеет очень большую способность к самовыравниванию. Это очень важно, когда надо делать максимально тонкое покрытие. И в принципе сам гель-лак, сам оттенок прекрасно наносится и в один слой. Для этого нам нужно просто не слишком сильно давить на кисть. Такое движение легкое и без нажатия. В таком случае гель-лак распределяется достаточно равномерно. Вот тут смотрю, мусоринку я уберу. И в принципе покрытие в один слой прекрасно смотрится. Сейчас будет посложнение, именно потому что цвет тип достаточно светлый. И поэтому лучше, конечно, на светлой основе этот оттенок было бы нанести в два слоя. Но я сейчас, собственно говоря, это и сделаю. А на естественной, натуральной, по цвету ногтевой пластинке, пластине, этот цвет прекрасно смотрится и в один слой. Наношу первый слой. Промежуточное время просушки для этого оттенка 30 секунд. То есть за это время цвет прекрасно прихватывается. И в дальнейшем, когда мы его перекрываем топом финиш, либо любым другим, за ним как бы пигмент не тянется. Что надо знать про современные продукты, про современные гель-лаки? Дело в том, что с учетом увеличения мощности ламп, то есть раньше лампы были менее мощные и гораздо хуже сушили. Поэтому раньше гель-лаки старались сделать не очень пигментированными. Но сейчас, так как излучатели стали мощнее, появилась возможность у производителей, ну вот у нас, у производителей, насыщать плотность, то есть пигмент гель-лака, ну максимально возможным. То есть вот дальше уже насытить пигментом просто, допустим, нельзя. Будет иначе, ну какие-то непредсказуемые, неприятные реакции. Либо он будет морщиться и так далее, да. То есть поэтому сейчас на что стоит обращать внимание? Ну, во-первых, ваши лампы, если они у вас старенькие, немощные, то, конечно, они уже будут мало подходить под современные продукты. То есть это связано с тем, что современная индустрия не стоит на месте, и она стремится больше пигментировать гель-лаки, для того, чтобы просто было мастеру удобнее работать. Ну и, соответственно, вам придется соответствовать требованиям рынка. И обязательно, все-таки, прям как рекомендация, перейдите на лампу более мощную, и будет вам счастье. То есть если говорить о работе, то настолько комфортнее работать сейчас с мощными лампами, ну, допустим, у нас сейчас нано-ламп-3, это лампа, имеет излучение, ну, по мощности 48 ватт, охватывает весь спектр и лет, и простые лучи, то есть все, что раньше в CCFL сохло, здесь тоже сохнет. С этой точки зрения очень удобно. Поэтому обратите внимание, что все новые коллекции гель-лаков, которые выпускаем мы и другие производители, они очень пигментированы, поэтому для них нужны нормальные излучатели. Следующий оттенок 2172. Цвет такой, ну, я бы сказала, песочно-бежевый. Нам очень не хватало вот этого оттенка как раз в коллекциях, поэтому мы его решили ввести. Оттенок, кстати, называется «Полное блаженство». То есть вообще название оттенков – это совершенно отдельная история. Кстати, у меня здесь за 30 секунд уже полностью просол гель-лак, и давайте буду покрывать финишем, чтобы показывать, тянется пигмент, либо нет. Если тянется пигмент, значит, просушили мало, либо положили слишком много материала, либо топ очень-очень густой, вы с прожатием выжимаете пигмент из дисперсии гель-лака, либо немощная лампа. То есть вот такие факторы, имейте их в виду. Ну, вот сейчас топом финиш перекрываю, показываю. Видно, на кисточке нет пигмента. То есть за 30 секунд вполне этот цвет прихватывается. Я только одному оттенку дала рекомендацию просушивать одну минуту, какому я сегодня схожу. Именно потому, что у него там такой мощный классный пигмент, что бывает иногда полосит топ. И эту рекомендацию я как раз-таки написала в аккаунте в Nanoprof Colors. То есть там не ошибка. Просто мне как-то писали, девчонки, типа ошибка. Цвет 2172. Я сейчас хорошенечко взболтаю. И приступ клюблю к его нанесению. Итак, как себя ведет этот оттенок? Он тоже весьма пигментированный. Может быть нанесен в один слой. Сейчас у меня здесь мусор, я его уберу. Длинные волосинки. Вот. Ну, смотрим. То есть лишние натеки нам, конечно, не нужны. И, конечно, с гель-лаками с такой фактурой удобно все-таки работает в два тонких слоя. Получается максимально идеально. То есть, ну, вот я его сейчас свозюкаю, чтобы была видна структура. То есть то же самое. У него фактура, как у такого подтаявшего мороженого. То есть вроде проводишь, сначала вот такие есть полосочки. Потом раз, и полностью выравнивается и выстраивается блик у этого продукта. Привет, друзья! У нас сегодня прямой эфир посвящен, ну, неделе продукта, естественно. И мы новую коллекцию гель-лаков, молекулы любви, решили сделать акционным продуктом. Поэтому добро пожаловать. Сейчас мы занимаемся живой выкраской. У кого были вопросы по этому продукту, как раз можно посмотреть, спросить. Поэтому привет, привет, девчоночки! Все, 30 секунд прошло. За это время гель-лак полностью прихватился. У меня появляется возможность нанести второй слой. То же самое. Наношу максимально тонким слоем. И, в принципе, видно, что особо второй слой на структуру цвета не поменял, не повлиял. То есть, в принципе, такой оттенок можно вполне наносить и в один слой. Стандартная цена гель-лака всех 545 рублей у нас. Но, так как это продукт недели, завтра обязательно будет какое-нибудь предложение для клиентов. И купить, конечно, можно будет более выгодно. Отправила на 30 секунд на просушку в лампу. И тоже сейчас буду перекрывать топ-он-финиш. Будем смотреть с вами, выходит пигмент или нет. Это очень немаловажный показатель. В принципе, вы когда покупаете гель-лак любой марки, первое, что вы должны сделать, при отраске ТИПС, оттестировать его время окончательной просушки. То есть, точно понять. Некоторым гель-лакам надо 10 секунд. Вот они хорошо прихватываются. Особенно с прозрачными оттенками это актуально. Некоторые оттенки витражей. Неоновая палитра, она очень быстро сохнет. То есть, вы, оттестировав, можете точно понять, сколько точно вам надо потратить времени на клиенте, именно на этот оттенок, чтобы он полностью просох. Видно, кисточка тоже не набирает пигмент. То есть, ничего уже с гель-лаком не происходит. Этого времени, то есть, 30 секунд достаточно, чтобы гель-лак полностью прихватился. И можно будет покрыть топом. И, собственно говоря, 30 секунд вполне хорошее достаточное время. Об акции, какая акция будет на гель-лаке, на коллекцию «Молекулы любви» завтра вы узнаете в 10 часов утра, завтра по московскому времени. Поэтому смотрите аккаунт Ларисы или иной, смотрите аккаунт «Нонопроф» и все детали, все подробности обязательно пропишем. Следующий цвет, 2173, абсолютное наслаждение. Потрясающий, очень сложный оттенок. То есть, часто его ищут и не могут иногда его рассмотреть, потому что на белом фоне он смотрится достаточно темным. Но, на самом деле, на руках этот цвет смотрится, ну, просто библикоризменно. Цвет вне времени, то есть, вне времени года, на него никогда не пройдет мода, потому что сложные оттенки всегда выглядят очень актуально. И в зависимости от того, в паре с каким цветом, ну, соответственно, либо в каком дизайне, эти оттенки, они всегда будут очень актуальны. Итак, этот цвет, на мой вкус, лучше наносить в два тонких слоя. В таком случае удается добиться максимально красивого, комфортного распределения именно оттенка. И тогда он смотрится очень красиво, как такая хорошая слоновая кость. В принципе, первый слой, даже сейчас видно, он очень хорошо заматировал типс. Но я люблю, когда покрытия такого типа лежат идеально. Поэтому два слоя, на мой взгляд, будут прям в самый раз. Ты все любишь идеально? Я все люблю идеально. Правильно, я в маразме, я знаю. Цена финиша 950 рублей, объем 15 миллилитров. Да. Сейчас пройдет 30 секунд. Но раз расскажу, очень многие оттенки сохнут гораздо быстрее. Но стандартное время 30 секунд, оно достаточно универсально будет. Ну, в среднем для более-менее мощных ламп. Гель-лак просох. И я могу нанести второй слой. То есть видно, у него тоже такая маслянистая структура. Особенно, когда липкая дисперсия первого слоя есть. Прямо на ней видно, как этот гель-лак, ну, так вот, как будто пытается, как мороженое, немножечко даже как-то подтаять с подтеками. То есть вот такое ощущение. Это у нас новая формула сейчас как раз-таки гель-лаков. Мазюкой много, чтобы вы могли рассмотреть саму структуру продукта. Вот такая маслянистая структура, на мой взгляд, она более комфортна. Ну, и он так как-то выравнивается, да, даже сам? Да. То есть фишка в том, что и сама выравнивается. То есть сразу раз, блипкая, можно максимально тонко топом покрыть. Просто вот сейчас два типса было в кадре, и даже было непонятно, где есть финиш, где нет. То есть он так идеально. Мы придерживаемся, да, формулы того, что продукт все равно должен быть не вот прям как каша, вот ее трешка, гель-краску. Нет, это очень неудобно. То есть продукт должен быть скользкий, очень пигментированный, чтобы мы меньше слоев наносили. Но при этом он должен обладать огромной способностью к самовыравниванию. Это будет экономить время мастера. То есть это как раз критерий, по которому мы создаем линейки наших продуктов. Все, 30 секунд прошло. Гель-лак у меня прихватился. И я могу его также прикрыть топом финиш. Заодно мы с вами посмотрим, полосит ли он у нас сейчас или не полосит. Тоже кистью буду работать достаточно активно. Да, Илюш? Угу. Не-не. Я тут все восхищаюсь. То есть его все-таки, как он безукоризненно выглядит. Смотрите, гель-лак тоже не полосит, даже при таком сильном прожатии. Но я даже выровняю немножечко блик и отправляю на просушку в лампу. Так, следующий оттенок. Это мой любимец из этой коллекции. Самый продаваемый цвет, по-моему, да, Илюш, сейчас? Да, да. Потому что лето, и, конечно, для лета этот цвет невероятно актуален. Оттенок называется чистый эндорфин. Это очень сложный оттенок, светлый, высветленный такой слоновой кости. То есть в нем есть еле уловимые нотки и бежевого, и серого. И какая-то такая еле заметная желтая неоновая часть компонента. Немножко развинки. То есть цвет невероятно сложный. И в зависимости от оттенка рук, он проявляет себя с небольшими нюансами. Кстати, предыдущий цвет тоже по нему скажу. В зависимости от оттенка кожи рук, он смотрится тоже как очень интересно, ну, имеет прям свои такие интересные нюансы. О, вот так со светом вроде лучше будет. Итак, сейчас нанесу этот оттенок. Приди, пожалуйста, а то я через камеру вижу то, что вот на типс, который ты сейчас будешь мажь. Да, да. Спасибо, Илюш. Заботливый. Привет, друзья. Да, вот пишет то, что как раз таки текстура материала, то, о чем ты так подробно нам рассказала, действительно немаловажный фактор при выборе материала, и многие придерживаются такого же мнения. Да, материал должен помогать, и это очень важно, поэтому мы очень сильно заморочены именно на фактуре продукта. То есть вам надо там напигментировать его, нам надо, чтобы еще с этим очень удобно было жить и работать. В один слой нанесла, этот оттенок пастельный достаточно, поэтому, конечно, лучше его наносить в два слоя. То есть, ну, вот сейчас показываю структуру поведения цвета, и на 30 секунд я отправлю сейчас этот продукт на просушку в лампу. Кстати, мне очень нравится, как он смотрится в паре вместе с вот этим предыдущим оттенком. Получается такое крайне благородное сочетание. Потом он отличная пара, допустим, вот собрать вот такую тройку, либо четверку. Видно, девчонки, то есть сами по себе цвета из этой коллекции, они очень красиво сочетаются. Я буду еще делать какие-то работы обязательно с этими продуктами, ну, с розовым. То есть, такие благородные-благородные сочетания. И буду выкладывать свои мысли обязательно в Инстаграм, чтобы, ну, вы могли как-то подзырить, посмотреть какие-то готовые сочетания. Следующий слой наношу для того, чтобы вот этим слоем я уже работала поглубже пью под кутикулу, такая бы загнала. Кисти у нас очень-очень удобные. То есть, при нажатии она ложится достаточно широко, как вея, но не слишком широко, потому что все-таки одно дело мазюкать типсы, а другое дело красить руки реального живого клиента, потому что ноготки у клиентов гораздо меньше. Видно тоже быстро-быстро выровнялся продукт, никуда не пытается он убежать, потому что дисперсия первого слоя, она отлично держит второй слой. Поэтому есть возможность загнать поглубже, например, под кутикулу. И тоже отправлю сейчас на просушку 30 секунд, и будем с вами смотреть, вылинивает ли пельмен, достаточно ли реально 30 секунд, либо нет. И перекроем топом финиш. Привет-привет, друзья, кто только что присоединился. Сегодня с Ларисой Ириной рассказываем про коллекцию молекулы любви, выкрашиваем, смотрим, как они выглядят на типсах. Это новая коллекция. Да, коллекция поступила в продажу около месяца назад, и надо сказать, что, конечно, это хит. Она очень сбалансирована, я считаю, что это не только летняя коллекция, а с большой претензией все-таки и на осень. Поэтому коллекция будет актуальна точно в ближайшие 5 месяцев. Перекрываю топом финиш, таким хорошим нажатием. Видно, не полосит пигмент, если он не вытягивается. Если он вытягивается, прям видно на черной кисточке, сразу становится заметным, как пигмент вышел. То есть такое дело не скроешь. Поэтому 30 секунд вполне достаточно для того, чтобы качественно выкрасить этот цвет, качественно просушить этот цвет. Отправляю на просушку. Следующий оттенок 2175 «Свободная любовь». По сути, это такой персиково-розовый, достаточно сложный оттенок. Сразу скажу, цвет будет конфликтовать с кислотными базами, потому что здесь есть пигмент, с которым страдают все производители. Но, к сожалению, рынок пигментов очень ограничен. Поэтому сразу обращаю внимание, что если вы наносите гель-лак этого цвета на кислотную базу, то не поленитесь, снимите с нее липкий слой. То есть в идеале, конечно, совмещать продукты одной марки, либо выбрать, сделать выбор в пользу бескислотной базы при работе с таким оттенком, не только нашей компанией, а абсолютно любой другой марки. Но пока, лично у меня в работе, он не принес никаких неожиданных сюрпризов. Но на всякий случай, имея в виду примерно такую палитру, ну как бы опыт и наших, и других компаний, имейте в виду на всякий случай, что они очень любят кислотные продукты этот пигмент. Цвет 2175. Цвет 2175, он такой весьма-весьма пигментированный, видно, прям уже такой достаточно плотный. Что будет для этого пигмента как бы важным? То есть это единственный оттенок, который я выделила во время просушки одну минуту, вот прямо на всякий случай. Потому что за счет большей плотности пигмента, ну, во-первых, этот цвет вполне реально нанести в один слой, но я сейчас буду делать с поражатием, чтобы вы хорошо изучили и увидели структуру продукта. То есть, но тем не менее, в принципе, если спешить, его вполне можно нанести в один слой. Для этого помним, да, что берем чуть-чуть побольше гель-лака и работаем кистью без прожатия. Тогда гель-лак на натуральном ногтевой пластине отлично ложится и в один слой. То есть, видно, тоже обладает, невзирая на высокую пигментацию, отличной способностью к самовыравниванию. Сейчас я его отправлю на 30 секунд, этого достаточно, чтобы посушить промежуточный слой. И вторым стоем я уже буду, ну, как бы, заканчивать цветонаполнение как раз-таки. Какие у нас вопросы, Илюш? Красиво бликуют и без топа. Цвета действительно универсальные. Еще тебя просят говорить по-английски. Не понимают по-русски. Просят этого... Субтитры пустить. Субтитры пустить, да. Hello, everybody. This is our new product. Это тоже по-английски так же, как я разговариваю. New collection. New collection. Gale forage. А молекулы любви я не знаю, как по-английски сказать. Так, выкраску сделаю второго слоя. Не побаивались, хватит. Второй слой буду тоже тоненьким слоем наносить. Есть еще, знаете, прям при просушке в лампе легкое-легкое осветление пигмента. Это не критично. То есть вы в данном случае, как бы, учтите, что лучше клиенту предлагать оттенок на типсе. И он осветляется примерно на полтора тона, грубо говоря. Сейчас опять просушу. Рекомендуемое время просушки одна минута, потому что это очень пигментированный гель-лак. И за это время, как раз-таки, достаточно хорошо прихватывается сам по себе сама масса. И не будет у нас уходить пигмент в топ. То есть на всякий случай я все-таки рекомендую здесь одну минуту. Сейчас пройдет минутка. Покрываю я, как обычно, топом финиш. Вот. И как раз заодно покажу, будет ли через минутку полосить, либо нет. Но это моя личная рекомендация из моих наблюдений при работе именно с этим продуктом. Минуту подождем. Угу. Вот как раз написали, как будет по-английски. Как? Молекулы люби? Да, будет. New Collection Molecules of Love. Спасибо вам большое. Вот, кстати, иностранцы были в Москве, отметили, что прям беда с английским у русских. Страдают в Москве и приходится им объясняться языком жестов. Надо учить язык. Но здесь еще сложность в том, что все-таки тот английский, который в школе и там в институте, это другой английский по сравнению с тем, на котором говорят сами носители языка. Потому что даже те же бразильцы и жители там Южной Америки, они все равно говорят на свой манер. И не всегда бывает понятно. Я думаю, что здесь в этом проблема. Ну, бразильцы, наверное, так же, как мы в школе знаем. Да, да. И в этом как раз-таки сложность. Чуть-чуть вышел пигмент. Вот поэтому я обратила внимание. Но на блик не повлияет это никак. Так, поэтому минута, это прям хорошее время для просушки именно этого оттенка. Так, сейчас отправлю топ на просушку в ламп. Так, следующий оттенок у нас как раз будет. Цвет называется Иллюзия любви. И очень красивый такой. Какое название. Какое название, да. Очень-очень красивый, универсальный оттенок. Мне кажется, он под френч очень здорово подойдет. Цвет абсолютно беспроблемный. Хорошо себя в тест показал. То есть, вроде типа розовый, их так все боятся. Но здесь очень стабильный пигмент. С ним ничего не происходило за время тестирования. И сейчас я его тоже нанесу на палитру. И как раз-таки расскажу про особенности этого цвета. У этого цвета на Рачита есть легкая-легкая прозрачность. Она нужна именно для того. То есть, в два слоя. Покрываем в два слоя. Она нужна именно для того, чтобы у этого оттенка была очень красивая глубина. То есть, вот этот эффект очень хорошо можно рассмотреть на фотографии. Я делала недавно относительно с этой коллекцией покрытия. И цвет получается у него очень красивая глубина. То есть, сам по себе он не полосит. Видно, он сейчас раз разровнялся. Цвет равномерный, розовый, легкий, как вуаль. Но именно за счет того, что у него есть вот такая легкая прозрачность, цвет вот под френч прям идеальный. Два слоя, потому что получается очень красивый эффект такого вкусного камуфляжа. Поэтому вот этот цвет я рекомендую прям под френч. Потому что он смотрится как такой хороший, красивый, не слишком поросячий розовый. Он какой-то очень сдержанный. В нем есть такая седоватая, сероватая нотка. Сложный оттенок. И под френч, на мой взгляд, будет просто потрясающий оттенок. И за счет вот этой прозрачности в этом цвете на двух слоях появляется, двух тонких слоях, появляется очень красивая глубина, на которой френч будет смотреться очень благородно. И не будет эффекта такого эмалевого совсем покрытия. То есть все это будет смотреться очень красиво и натурально. Но это для любителей рисовать френчи на таких покрытиях с гель-лаком. Прям хорошо кистью прожимаю. Хочу показать, как он выглядит в два слоя. Вот сейчас гель-лак распределился. Видно, как себя ведет цвет. То есть в нем есть такая очень-очень красивая глубина. То есть вот этот оттенок, он специально как раз и разработан, доработан именно с учетом вот этого критерия. На мой взгляд, под френч будет прям милейшее дело. Сам по себе оттенок просто невероятный и очень вкусненький. Так, сейчас за 30 секунд у меня гель-лак просохнет. И тот же самый лопат проведен с прожатием, стопом финиш. Обязательно посмотрим, как ведет себя пигмент. Ну, сейчас кисточку проверю, чтобы она точно чистенькая была. Есть вопросы какие-то? Вопросов пока нет. Добрый день, кто только что присоединился, здоровается с нами. Привет, привет, друзья. Сегодня говорим про новую коллекцию гель-лаков. Нан-лак, молекулы любви. Да, выясняем, как себя ведет гель-лак. Сколько там секунд на просушку. Какие оттенки будут полосить в плане при перекрытии топом финиш. Где у которых пигмент выходит. Вот мы пока, ну я о нем узнала, обнаружили один оттенок. И я дала под него рекомендацию сушить его просто подольше в течение 1 минуты. То есть он такая нужная мера. Сейчас перекрою розовый цвет. Тоже прям буду стараться сжать, сжать на кисточку. Пигмент не выходит. То есть вот этого времени вполне достаточно, то есть 30 секунд, чтобы гель-лак полностью просох. И сейчас поаккуратнее прокрашу, чтобы у топа появился красивый-прекрасивый блик. И отправлю на просушку в лампу. Так, топ, кстати, финиш сохнет классно за 30 секунд. Но я, например, всегда перестраховываюсь и довожу время до минуты. Ну, прям на всякий случай. Вдруг там рука боком лежала у клетки. Но официально 30 секунд вполне достаточно. При их правильных условиях, когда ровно лежит рука, за это время топ имеет идеальный блеск. Следующий цвет 2178, бурные эмоции. Тоже цвет невероятно крутой. Такая у него коралловая нотка. И есть какая-то эмалевая составляющая. То есть кто-то мне как-то писал, что очень похож на цвет букет пионового букле из коллекции тканей. Я вам скажу, что нет, эти оттенки абсолютно отличаются друг от друга. То есть вот это прям летняя-летняя уже такая звенящая нотка, либо ранняя осень полита. А коллекция тканей, она, конечно, достаточно темная уже. Ну, сейчас выкрашу, покажу, как себя будет вести этот цвет. Итак, цвет очень-очень пигментированный, поэтому, в принципе, я даже не вижу никакого смысла. Видно, да, насколько плотный. То есть я сейчас с таким приличным прожатием делаю. Поэтому, в принципе, на руках я вообще не вижу смысла красть его в два слоя. Дело в том, что он прекрасно ложится в один слой, он отлично сохнет, не морщит. То есть можно не переживать, что он там где-то не просохнет и от этого заморщится. При этом, сейчас вот мусориночки уберу. При этом просто надо на кисть сильно не давить, позволить гель-лаку разровняться. Он сам прекрасно. Видно, уже раз сформировался хороший, чистый, аккуратный блик. И за 30 секунд полностью отлично просыхает. Ну, что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. Отправлю на просушку в лампу. Ну, давайте уже по традиции все-таки два слоя нанесем. Мы по два наносим, будем смотреть, будет пигмент или не будет из него выходить. Цвет очень круто, конечно. Вот я уже показывала, пары выглядят. Вот как пара с слоновой костью, например. То есть получаем вот такой красивый акцент. Можно сюда добавить еще вот этот цвет синьки. Я его сегодня еще покажу. Очень красивый оттенок, голубой. Ты что, ржешь? Киркорову песню вспомнил? Синьки. Как там? Цвет настроения синий. Что-то так иностранцы закатировали. Не помню. Да, да. Песня упорная совершенно. Я не знаю. Она как-то вот западает в голову. Да, она, конечно, зашла. Она зашла, да. И даже иностранцы под нее там недавно видела. Отрывались. Отрывались, как ненормальные. Короче, Киркоров рулит. Сделаю второй слой, чтобы было понятно, как себя ведет оттенок в два слоя. То есть тут прям с прожатием даже. Цвет пигмента, ну, фактура пигмента позволяет прям с прожатием его наносить. Не наносить толстым слоем. Ну, это вообще ни к чему. Пигмент очень-очень выражен у этого оттенка. Ларисочка, можно вопрос? А то забуду, он сейчас улетит. С каким абразивом нужен баф для подготовки ногтя и для опила? Не менее 180. Вот это прям строгое правило. Если баф будет мягче, то он будет не поднимать бороздки, а их зашлифовывать. Ну, у них областы. То есть нам надо как раз-таки набить бороздки, поднять на ногти у них областы. Пилить тоже натуральные ноготи и база удобна абразивом 180. Но так как я мастер гелевых коррекций и я очень привыкла работать с более грубыми абразивами, в принципе, чаще всего грубая пил я делаю пилочкой абразивностью 100 грит. Уже по готовому ногтю, например, покрытому базой. Все. Теперь могу покрыть топ-финиш заодно. Посмотрим, как себя ведет пигмент. Будет вытягиваться, не будет. Поэтому прям так хорошо с прожатим кисточкой я прожимаю, показываю. Пигмент не выходит. То есть спокойно можно снимать с него лепкий слой там. И яркость плотность цвета меняться не будет. Поэтому не переживайте. Этот оттенок такой прям не боится вообще. Вот такой большой пигментации. Он прекрасно сохнет и за 30 секунд полностью прихватывается. Мне кажется, у меня есть подозрение, что даже меньше. То есть секунд за 15 этот цвет уже полностью высыхает. Итак, цвет настроения синий. У нас их два, кстати. Два брата. 21,79. И второй оттенок будет 21,80. Эти цвета очень похожи, но они примерно в 3 тона отличаются. И действительно, если их по отдельности смотреть, они кажутся похожими. Но когда мы смотрим на них вместе, они однозначно разные. То есть это такой более летний, свежий, более сдержанный вариант. А вот это как раз таки вариант абсолютно любого сезона. Он и в зиму будет, и в весну, и в пир, и в мир. Поэтому мы решили, что не выбирать между ними, а включить оба их коллекции, потому что они действительно разные. Сразу скажу, камера немножко искажает. В этих оттенках нет такой яркой ультрамариновой голубой нотки. Они напоминают оттенки синьки порошковой. Вот если кто-то знает, то есть там есть такая легкая серость, очень красивая, матовая. И вот эти оттенки как раз, они содержат вот эту вот небольшую серую гамму. Сейчас покажу, как наносится. Да, вот этот 21,79, который сейчас Лариса. Вот этот посветлее, 21,79. Ну, девчонки, я вам говорю, не надо между ними выбирать вообще два разных цвета. То есть, сразу вспоминаю, фильм, помнишь, «Девол носит Прадо», а там два одинаковых зелёных пояса. Они совсем разные, я не могу выбрать. Вот так и здесь. То есть, как бы, мы мастера, мы очень хорошо понимаем в цвете, поэтому, как бы, мастерам будет понятно, что два этих оттенка, они абсолютно разные. Ну, моему МЧН они будут показываться абсолютно одинаковыми. Но, то есть, я бы не стала выбирать. И всё-таки два эти оттенка, они нужны в коллекции, потому что они совершенно по-разному смотрятся, играют разную роль. Я тут, знаете, что, финиш вытерла, чтобы он у меня не прилипал. Финиш имеет липкий слой. Видно, как классно блестит. Обожаю даже и с типсами им работать быстро и качественно. Так, давайте выкрасим. Эти два оттенка, сразу скажу, голубых, они имеют очень-очень сильную пигментацию, но пигмент из них никаким образом не выходит при покрытии топом. Ну, поэтому с ними очень удобно работать. Можно и в один слой, можно и в два тонких. Ну, мы сейчас говорим о поведении продуктов, поэтому давайте наносить по два тонких слоя, чтобы была видна их фактура. Какие вопросы у вас? Ларис, тут вопрос по поводу того, какой ты матовый топ можешь посоветовать для белых оттенков. И вот начали говорить про манты протекшн, но он все-таки, наверное, не матовый, да? Он не матовый, да. Он сатиновый, это просто... У него нет вообще резинового компонента. Да, он не желтит, он не убирает в себя пигмент, но, скорее всего, вы имеете в виду не такую структуру. Ну, кстати, летом очень часто у меня клиенты выбирали именно мат протекшн, потому что он на себя не набирает пигмент. Особенно, знаете, если девочка у вас такая, любит автозагар. То есть мат протекшн в этом смысле очень комфортен. Но эффекта резинки вы не получите. По другим маркам, сразу скажу, я не проконсультирую. Я сейчас вообще полностью ушла от работы с другими марками. И мы внутри себя разработали матовый топ, хороший, резиновый. Но мы ждем его как раз-таки, когда, наконец, нам завод его полностью воспроизведет и будет поставка для того, чтобы мы могли уже расфасовывать и продавать. В общем, ждем. За 30 секунд продукт просох. Видно, в один сон вообще потрясающе ложится. Но в рамках этой трансляции мы все-таки с вами договорились, что будем смотреть поведение продукта в два слоя. Второй слой прям надо, на мой взгляд, прям с таким хорошим поражатием покрывать, чтобы не было, нет никакой необходимости в этой толщине. По цвету у нас все устраивает, поэтому можно нанести максимально-максимально тонко. Поэтому я вот прям с поражатием. И даже с поражатием видно два слоя, ну, гиперпигментированных. 30 секунд на просушке и будем проверять, как выходит из него пигмента. Или не выходит. Будем покрывать топом финиш. Ну, ты знаешь, я думаю, что не будет пигмента. Не, не будет, я сразу сказала, но я хочу, чтобы... Ну, это не были голые слова. Я демонстрирую все нюансы этого продукта сразу, чтобы, ну, девчонки знали, что в нем есть, чего в нем нет. Потому что, когда берешь новый продукт, какие-то новые линейки, важно знать о всех их нюансах, чтобы потом, когда вот идет потоковая такая большая работа с клиентом, просто не тратить время, не буксовать на каких-то простых вопросах. Покрывают топом. Какой вопрос? Слышала о том, что нужно якобы наносить матовый поверх обычного с липким слоем. Да, я технологию сейчас расскажу. Это так, видно, пигмент не выходит. Смотрите, итак, матовые топы, по сути, это такие очень специфические структуры, очень сложные, да, вот я говорю про резиновые, прям такие матовые топы. Поэтому функцию топа они выполняют так себе. То есть, а нам надо сделать прослойку, которая будет соединяться, ну, допустим, есть цвет, да, цветник, нам надо, чтобы к ней что-то прилипло и выполняло еще функцию матирования. Поэтому круче всего носится из своего опыта, скажу, когда мы цвет покрываем топом с липким слоем, ну, абсолютно любым, достаточно тонко, обычно, для того, чтобы сформировать именно прослойку, которая будет хорошо соединять цвет и дальше уже покрытие, которое будет выполнять функцию вот этой резинки. И уже после этого тонким слоем я наношу матовый топ. Вот это формула идеально носите. То есть, у вас не будет проблем, когда вот на свободном крае начинает прям кусками вываливаться резиночка. То есть, вот этого не будет. Это реально, ну, вы тратите на покрытие топом без выравнивания, да, обычным, там, каким-нибудь слизистым слоем. Две минуты, но вы реально совершенно другое качество получаете. Это как раз про качество. Следующий оттенок, это вот тот, который посинее, цвет 2180. Он, кстати, где-то у меня есть фотография с кэнди-боллом. Можно его вживую посмотреть. Потрясающий совершенно оттенок. Камера, скажу, чуть-чуть немножко делает более неоновым. Так он такой более сдержанный. И, как говорила, нет смысла выбирать этот или этот. Есть смысл брать два, потому что они абсолютно разные. Хотя, вроде как, из одной палитра. Сейчас покажу, как он выглядит. Выкраски наносятся. Наносится идеально, сразу скажу. Но для демонстрации буду красить два слоя, для того, чтобы было видно поведение, структуру продукта. Видно, насколько он плотно пигментирован. И прям такое ощущение, что начинаешь работать с замазкой. Если меньше нажимать, то, в принципе, на кисть не нажимать совсем, то, в принципе, отлично наносится и в один свой. Какие вопросы, Леш? Вопросов нет. Ну да, действительно, вот на камере кажется немножко он ультрамариновым. В действительности это не так. Какая-то нотка, может быть, и есть такой яркости, но он более сдержанный, чем вот на камере получается. Невероятно благородный цвет. Настолько круто на людях с любым цветотипом смотрится. Сделала выкраску в один слой. Видно, то есть, невзирая на его плотность фактуры, он тоже сам выровнялся. То есть, мы получили уже фактически готовый идеальный день. Вот. Время просушки промежуточное оставлю на 30 секунд. Вот этого времени вполне достаточно, чтобы продукт прихватился. Как раз заодно следующий сейчас оттенок буду вымешивать. Это уже привычка. Вот я знаю, что вмешать можно раз в месяц, но я их там поколбашу. И видите, наши гель-лаки даже после вымешивания, они не пузырятся. Многие боятся этой процедуры, потому что есть гель-лаки некоторых марок, которые после вымешивания полностью идут пузырями. С нашими продуктами такой проблемы нет. Это связано с тем, что продукта, фактура наших продуктов, она относительно жидкая. То есть, она не как гель-краска, пастообразная. А прям именно самое оно для того, чтобы наносить и тонко, и плотно пигментированно. И чтобы гель-лак выравнил, как сейчас смотрите, и сам-сам брак-брал так и выравнивался. То есть, фишка именно в этом. Все. На сушку 30 секунд. И тоже будем с вами смотреть поведение пигмента. Будет выходить или не будет выходить. А напишите, про какой финиш вы говорите, потому что спрашивают, почему у моих клиентов финиш сильно марается. Приходят с грязным цветом, обидно, но сколов никогда нет. По финишу, смотрите, так как этот продукт относится к гель-лаковой системе, он имеет определенную мягкость. То есть, там есть некая ширина самой фактуры продукта между молекулами, куда может западать очень-очень мелкий пигмент. Первое, обратите внимание на этих клиентов. Скорее всего, у них покрашены волосы. И я сейчас не шучу. То есть, чаще всего серый пигмент или даже такой голубоватый дают волосы блондинок. Вот есть определенный краситель каких-то марок. Не знаю, каких марок я не сопоставляла. Иногда даже очень жесткие гелевые защиты от них сереют. Есть рыжий. Рыжий пигмент вообще убийственный. Определенный рыжий пигмент у клиента. Он прям дает небольшую рыжину на ногтях. У курильщиков иногда может пигмент впитаться в топ-финиш. Какие, значит, варианты решения? Что я делаю, например, с гелевыми клиентами? Меня вообще финиш очень устраивает. И те защитные покрытия гелевые, которыми я годами работала, мне очень устраивают. Вот. То есть и фактура, мягкость, эластичность, жесткость. То есть, и по времену все эти параметры мне нравились. Таким клиентам я красила ногти сверху еще прозрачным лаком. И при желании они могли через неделю его перекрасить. И тем самым весь пигмент внешний, который содержится у них в волосах, либо в коже. Иногда меланин вылазит вот прямо из кожи более загореных людей. В какой-то момент может выходить меланин. Особенно это бывает на фоне приема очень жестких антивиотиков. И ногти могут окрашиваться. Это уникальный редкий случай, прям в рыжий цвет. Вот таким клиентам я делала покрытие обычным лаком. Сверху прозрачным. И они его просто меняли через неделю. Если не хотели менять, в принципе, процедуру и структуру, услуги, понимаете. То есть, например, такой вариант. Это связано еще раз поясняю с тем, что структура пигмента внешнего мельче молекулы самого топа. А у топа должна быть определенная молекула, которая будет и мягкой, и жесткой одновременно. Вот такое мое наблюдение, мой опыт и решение. Так, на нашу топ то же самое. Постараюсь сделать все, чтобы с таким прям прожатием. Будем смотреть, что будет у нас происходить с пигментом. Пигмент не вышел. Поэтому можно смело снимать дисперсию и сушить 30 секунд. То есть, этого времени вполне достаточно, чтобы продукт полностью высыхал и не тянулся за кисточкой. Все. Отправляю на просушку. И могу перейти к следующему оттену. Следующий цвет 2181. Это очень красивый сиреневый оттенок. Действительно, у нас в линейке есть несколько сиреневых цветов. Я же скажу точно, три. 2191. Цвет 2100 какой-то. Вот, да, представьте, муза искусств, помню название. Вот. И Афродита в садах. Да, три оттенка. И то же самое, если их рядом ставить, действительно заметно, насколько они разные. Есть четвертый цвет еще, вот он у меня на подложке выкрашен, но он уже, конечно, гораздо потемнее. Из коллекции парфюмер. Вот здесь у меня просто валяется такая работящая типсочка. То есть, чем характерен, в чем особенность именно этот цвет, а почему мы его решили нести в линейку? Для того, что он как раз таки сиреневый, неоновый, пастельный цвет. Очень редкий оттенок. Мне безумно нравится, как он смотрится на ногтях. Как раз сейчас, ну, достаточно модно до сих пор. Какие-то выбеленные, интересные тона. И вот этот цвет мне, конечно, мой фаворит сейчас из сиреневых. Мне он безумно нравится. Тоже прокрашиваю с поражатием, чтобы можно было увидеть, как себя ведет материал. Сейчас, знаете, что борюсь, у меня здесь волосинка какая-то попала, я ее не уберу. Вот. То же самое. Продукт быстро выровнялся. И для нанесения два слоя. То есть, на мой взгляд, в один слоя совершенно нет смысла. Его возьмем в два таких слоя, прям в самый раз. Отправляю на просушку. Тридцать секунд этого времени будет полный, достаточно. Какие еще вопросы, Илья? Стоимость гирлака 545 рублей. За 6 миллилитров. Вот. Но завтра, завтра пятница, и значит, у нас будет акция. Будем вас развращать акции. Ну да, кстати, смайлы. Как акция по смайлам. Вот мы многих совратили, искусили. Да, ужас вообще. У нас телефон просто разрывается. Мы даже не ожидали, что эта распродажа по смайлам будет так интересна. Ну, правда, классный продукт. Что-то у нас завалялся. Совершенно напрасно. Или нет. Розово-неоновая нотка из сирени. То есть, очень красивый эффект. Поэтому этот цвет мы решили внести в палитру. Сушу 30 секунд. За это время как раз просохнет. И мы будем смотреть, как ведет себя пигмент. Выходит, не выходит. То есть, кто на чистоту, вся правда об этой коллекции. Ну, кто смотрит, тот будет знать. Вот. Такие черносы лишь. Сколько стоит, мы уже ответили. 545 рублей. Ну, и вроде пока вопросика больше нет. Хорошо. Сейчас ждем 30 секунд. В принципе, кстати, вот эта пара мне тоже нравится. Когда вот этот светлый чистый эндорфин с этим сиреневым. Тоже такое благородное, благородное сочетание. То, что имейте в виду, тоже вариант такого симбиоза цветов, когда надо выполнить многоцветное покрытие. Так, давайте теперь покроем топом. Все то же самое. Стараюсь прям с проражатем. Видите, даже в топе у меня тонкая, короткая кисть. Ей сильнее нажимать, ну, удается. Сделаю для того, чтобы взяла ее, в общем, это не из топа на самом деле. Чтобы было видно. Чуть-чуть вышел пигмент, еле-еле заметно. То есть, ну, 30 секунд это критично. Именно для этого оттенка лучше меньше не сушить. Больше лучше будет. То есть, ну, пигмент чуть-чуть еле заметно вышел, но это совершенно не критично. Для этого продукта. То есть, имейте просто в виду, что если делаете дизайн, например, снимаете с этого цвета липкий слой, то прям немножко пигмента из него выйдет. Информация важна с той точки зрения, что насколько плотно красить фон, когда надо потом снять диск. Ларис, бывает ли у тебя аллергия от гель-лака? Никогда не была у меня аллергия, но у меня была страшнейшая астма на пил. Вот. И до сих пор я аллергии... У меня нет... Потому что я с нашими марками работаю. Но если мне попадают какие-то чужеродные образцы, мне их надо покрутить, у меня на них бывает крапивница. Само у меня в районе глаз, шеи, начинает, ну прям, кто знает, что такое крапивница, чесаться. Поэтому, в принципе, на наши гель-лаки нет. Но если мне попадают какие-то плохие образцы, я могу чихать, у меня насмерк иногда бывает. То есть, все это в какие-то рениты, либо крапивница сразу уходит. Вот. То есть, ну, так как раньше страдала астма, я понимаю, что аллергия, это, конечно, нифига не весело. На наши гель-лаки у меня нет реакции. То есть, мне повезло, поэтому я сама очень хорошо могу проконтролировать качество, потому что у меня сразу организм реагирует на это. Цвет. 21,82. Окситоциновый взрыв. Это еще одна вариация из пастельных, таких ментоловых оттенков. Оттенок сильно отличается от тех, что у нас раньше были в линейке. Это особенно заметно, когда мы ставим другие оттенки рядом. Есть у меня прямо любимчики 10,45. Очень красивый мятный оттенок, но он гораздо теплее, более в травме. А вот этот цвет мне как раз ужасно не хватало в нашей линейке, потому что в нем есть очень красивая серая нотка. То есть, сам по себе этот цвет сложный и сложнее, чем он сейчас выглядит на камере. Сейчас покажу, как наносится. Тут вот пишет то, что была, ну, та девушка, которая задавала вопрос, что у нее жуткая аллергия на руках от марки Бьютикс. А кто-то получил ожог от Блюскай. Ой, Блюскай вообще очень токсичный. Я боюсь даже открывать что-то похожее на эту продукцию. Вот когда, кстати, были в Гонконге на выставке, ох, я нанюхалась всего этого. Я там без таблеток против аллергии вообще жить не могла. Настолько токсичный есть производитель. Девочки, я вам просто передать не могу. Вот. И потом просто все так же воняет в наших флаконах определенных марок. Фу-фу-фу. Так, давайте выкрасим зелененький. Значит, по цвету тоже скажу, цвет очень эмалевый. То есть, достаточно плотный по пигменту. Все равно выкрашиваю с таким прожатием, чтобы показать, как он себя ведет. Видно, достаточно плотный. Прям даже помедленнее у него идет выравнивание. Ну, по сравнению даже с сиреневым цветом я сейчас аналогию просто провожу. Но при этом он достаточно быстро, ну, при этом выравнивается хорошо. Он вообще не полосит. То есть, видно, вроде пастель, да. Пастель обычно склонна бывает немножко пополосить. Он вообще не полосит. То есть, цвет будет очень комфортный в работе. Как вариант такой хороший, стильно сдержанной мяты. Прям мне кажется, то, что надо. Название просто безумно крутое. Окситоциновый взрыв. Наши коллеги визуализировали многие чувства и какие-то определения вот в виде, про любовь, да, в виде вот этой коллекции. Так, 30 секунд прошло, прихватился материал. И можно покрыть второй слой. Тоже буду не очень жирненько покрывать, поэтому прям так кисточку плющу. Кстати, иногда еще, знаете, про аллергию. Бывают аллергии на очень банальные вещи. Например, на обезжириватель. Либо в обезжиривателях есть отдушка. Бывает прям аллергия на отдушку. Поэтому, если вы заметили, что вы стали склонны к аллергии, надо обязательно обследоваться и проверить. Выяснить, что именно является для вас аллергичным. Я до сих пор, кстати, на пио реагирую. То есть, если я вдруг посижу по работе без маски, то я потом ухожу соклеивая сутки. То есть, пока с меня, видать, там как-то все не выйдет. Второй слой нанесла 30 секунд на просушку. Поэтому очень важно устанавливать аллерген и просто исключать его из работы. Очень часто данные обезжириватели реагируют на рот почему-то. Поэтому обращайте внимание. Они просто меняют обезжириватели на спиртовые какие-то жидкости и нормально работают. Сейчас пройдет 30 секунд. То же самое. Мы обязательно протестируем этот продукт. Прожмем с финишем, посмотрим, полосит не полосит. Время просушки всегда осталось 30 секунд. То есть, мы с вами проводим эксперимент. Чистый эксперимент, чтобы вы знали, что сколько времени примерно надо нам каждый оттенок. Для того, чтобы он себя хорошо отбел и не дал каких-то неожиданных реакций. Прожимаю. Сразу скажу, оттенок вообще не дает пигмент. То есть, вот. Совершенно спокойно за 30 секунд можно просушивать полностью это покрытие и ничего, каких-то неожиданных реакций оно нам давать не будет. Сейчас отправлю на просушку. Вот. И можно будет подвести какие-то итоги. Ну что, итоги, собственно говоря, таковы. Что, в принципе, самый пигментированный и оттенок, который может дать какие-то неожиданные реакции на кислотных базах, это будет C2176. Все остальные оттенки ведут себя вообще беспроблемно. Вот. Поэтому сохну 30 секунд, в отличие от этого, которому все-таки лучше дать и минуту. Вот. И живую выкраску в начале трансляции можно посмотреть. Мы прям выкрасили каждый цвет, поговорили об особенностях. Многие оттенки выяснили, что ведут себя прекрасно и в покрытии в один слой, как, например, вот этот цвет вообще реально в один слой выкрашивать, не запариваться совершенно. Некоторые другие цвета под вопросом, вот этот в один слой, но не переборщи, чтобы не сморщился. Вот этот, вот этот, вот этот. И вот этот цвет вполне можно в один слой выкрашивать. Те остальные оттенки в два тонких слой прекрасно выражаются. Выкладку с номерами. Значит, по поводу номеров, значит, скажу, есть прям и у меня на страничке. И на страничке на направо в Colors. Есть прям обанер с описанием, можно будет посмотреть. Ну, а те, кому очень хочется сделать скрин, например, давайте поступим следующим образом. Я сейчас разобью на два веера, и можно будет заскринить эти оттенки прямо вот в соответствии с теми цветами, которые в них представлены. Вот сейчас, например, можно подзаскринить. Поэтому я подержу камеру в таком положении. И выкладываю сейчас вторую почку. Ой, девчонки, извините. Вот так. Вот можно заскринить. И вот эту кучку тоже можно заскринить, чтобы понять, какие оттенки, как выглядят. Вот такие дела. Так, если есть... Это прям коллекция молекулы любви. То есть здесь 12 оттенков. Очень гармоничные цвета. Они как летние, так и вполне себе осенние. То есть в них вошли вот такие классные цвета. Во-первых, вот эти нуды. Потрясающие. Вот этот цвет, я сказала прямо, рекомендую для франча. Он такой красивый, очень классный. В Киеве. В Киеве у нас есть представительство. Напишите мне в директ. Или в директ компании Nano Professional. Аккаунт NanoProf. Мы обязательно отправим ссылку на представительство. Вот. NanoProf Киев, кстати, сейчас с нами. NanoProf Ukraine. Поэтому, девчонки, имейте в виду, вот можно прямо в директ написать сразу ссылочки. Ну что, Илюшка. Да, друзья, будем мы завершать сегодняшний эфир. Давай тут моськи покажем. Может, сто лет с тобой. Ну вот. Господи. Мы сегодня красивые. Я даже на помаде. Сюда давно Илюшку и Илюшке. Привет, привет, друзья. Вот и мы. Привет. Наконец, у нас что-то наподобие лета. Но все равно ходим в кортке. И иногда даже в футболке. Вот. Илюха мерзнет. Да, я мерзну. Ну что, друзья, до следующих встреч. Не знаю, по плану эфиров точно не подскажу, когда будет следующий эфир такой неформальный. Но точно скажу, что со вторника, да, Илья, мы решили. У нас будут эфиры акционные. Ну, мы же еще ничего не рассказывали. А, ну, я чуть-чуть открыла тайну. У нас будут очень большие распродажи. Те, кто сейчас... О, Илья, она спрашивает, а почему у нас 11 штук? Вроде не 11. Раз, два, три, четыре. Не, а, слушай, мы что, какой-то цвет забыли? Могли. Так, давай посмотрим. Да, сейчас проверим, девчонышки. Такие мы смешнули. 12. Что вы путаете-то? А, народ, не путайте. Все, все на месте. Вот они все, 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 все посчитали, все выкрашили. Так, и действительно, у нас будут очень большие распродажные штуки. Они связаны с тем, что мы решили обновить сильно ассортимент. И выводим старые позиции. Поэтому следите за нашими акциями. Мы уже вовсю ведем подготовку. Смайлы – это только первая веха. Поэтому следите. Можно купить очень много классных вещей именно в процессе распродажи. То есть мы очень много продуктов разрабатываем, какие-то новые формулы вводим. И просто нам надо как-то избавляться от старого ассортимента. Это логично. То есть в этом мире все циклично, все меняется. И поэтому у нас под распродажу пойдут очень классные вкусные вещи. Поэтому обращайте внимание на наши прямые эфиры. То есть точно будут прямые эфиры, посвященные распродажным продуктам. Не знаю точно, во вторник ли стартуем. Но мы с Ильей еще решим там перегрузки. Каждый четверг будет продолжаться продуктовый эфир на какие-то вкусные позиции, как обычно. То есть за это даже не переживайте. Так, на палитре пишет 11. Ну и у меня мог быть склероз. Я могла что-то забыть. Один розовый забыла открасить. Сладкое безумие. Что, красим, Илюш? Ну, давай. Давай покрасим. Или не покрасим. А, можно будет выкраску посмотреть на на Prof. Colors. Вот. Он, в принципе, по своим свойствам точно такой же, как и все остальные. Единственное, у него идет такой другой немножечко полутон. Имейте в виду. Там полутона. Они как раз очень принципиальны именно с точки зрения нюда. Так что все, друзья. Будем тогда заканчивать прямой эфир. Всем спасибо, кто был с нами. Как мы удачно уложились ровно в час, потому что только что пришло уведомление, что осталось две минуты у нас. Спасибо вам за наблюдательность, прежде всего. Да. Ну, и это я, я косяк. Ну, простите меня. Ну, и спасибо за то, что были с нами в прямом эфире, задавали вопросы, интересовались и всячески-всячески с нами общались. Мы всегда рады. Спасибо, друзья. До завтра, до 10 часов утра. Акция. Да. Пока-пока. Пока-пока.